Ну что, я в принципе пришёл. Я готов осмотреть. Ой-ё-ёй. Чего? Это ж лифт! Почему такой лифт нельзя было сделать на вышках? Нифига себе, куда это я забрался? О, вступившие в святилище, я Омэн Ау, от имени богини Хайли испытание тебе предлагаю. Магнетизм. Светилище Омэн Ау. Интересное место. Здесь видим активатор, который нам, видимо, откроет решёточки. Давай КПК. Действуй. Камень шика принят. Запуск передачи руны. А, сейчас опять информейшн будет капать на мой КПК. Ничего себе каплища, какая сейчас накопится. Ну вот, теперь полдня буду КПК свой оттирать от этой капли. Чё, чё это такое? Ого. Магнезис. Перемещает металлические предметы. Поймав магнитное поле металлический предмет, вы можете поднимать и свободно перемещать его. Вау. Круто. Я теперь магнету. Использование рун. Руны это особые функции камня шика. Хорошо, я понял. Так. Вот. Это наш магнетизм. Вот эти плиты я могу магнитить, да? Угу. Головоломки пошли. Супроленд. Мы помним тебя. И ждём вторую часть, конечно же. Нам нужно переместиться как-то наверх. Слушай, а если я встану на эти плиты? И попробуем поднять их. Ааа, нет, так не получится. Как на ковре самолёте не проказит полетать. Ну да. Это разочарование века. Хорошо, давай так встанем. Вот, захватили. О-о-о-о. Классно. Ты посмотри, у меня какой магнит там есть. В руках. Ладно, бросаем эту штуку. Ай. Ой, не-не-не-не. Надо выбраться отсюда. Это что у нас? Канализация, что ли? Фу-фу-фу. Олесенка, если что, есть. Выбраться можем. Ну всё. Мы как бы перебрались, получается, на другую сторону. Что дальше? Вижу какой-то куб. Он, видимо, пригодится. Чтобы? Чтобы что? Ага. Чтобы туда залезть. Хотя, в принципе, я могу покарабкаться. Давай попробуем. А, нет, здесь не могу карабкаться. Слушай. Хорошо. Магнит, призываю тебя. Вручай. Мне нужна твоя помощь. Теперь поставить сюда. А, смотри-ка. Я могу эту штуку разбить? Ничего себе. Нифига себе. Обалдеть. Классно. Вот, бросай. Что у нас тут? Опачки. Мне кажется, что его нужно остерегаться. Он в меня стреляет? Ага, стреляет. Хорошо. Доставим лук. На тебе. Блин. Он очень жесткий. Надо ему в глаз как-то попасть. И бегает очень шустро. Взберись. Так, пока он спит. Повернулся глазом. И в глаз ему. А ему попик. Все. Сломали эту жестянку. Пойдем-ка проверим. Что там за запчасти с него упали? Здесь больше никого нет? За стеночками, за уголками не спрятались? Что это такое? Древний винт. Ммм. Теперь понятно. Ну, здесь все ясно. У нас есть мостик. Который мы берем и перемещаем вот сюда. Давай тащись. Жестяночка. Ты нам нужна здесь. Опа. Огроменные металлические двери. Хорошо. Попробуем их открыть тоже магнитом. И раз, два, потянемий. Нифига себе. Что, все что ли? Мы до сокровища дошли? Их никто даже не охраняет. Один робот какой-то? Та самая консервная банка, которую мы вскрыли? Осмотреть. Какое-то странное синее селевое поле. А внутри статуя, которая молится. Не трогай. Я сейчас шибан... А, нет, не шибануло. Я думал, это электросетка была. Она сломалась. Ты испытание прошел. Быть может, ты и есть герой. Святилище это создано мною, священником Омэн-Ау. Богиня Хайлия меня благословила. Тому помочь велела, кто бедствие желает победить. И вот, ты передо мной стоишь. Какой же ты нудный, дед, а? На этом миссия моя завершена. Слава богу, договаривай быстрее, дедуль. От имени богини Хайлии тебе вручаю сферу духа. Ох, сфера духа. Вошла мне в ухо. О, вселилась в меня. Теперь у меня есть дух, мощный такой. Дерский, сфера духа. Символ храбрости. Дается тому, кто прошел испытание святилища. Шикарно. Да пребудет с тобой благословение богини Хайлии. Не, дедок, блин, коленкой ударился. Я так за него приживал. Он рассыпался. Ну вот мы вернулись. Опа, опять дедок где-то. Где ты? А, ты как обычно летаешь на своем параплане. Че, дед, как твоя спина? Хм, ты получил сферу духа. Что ж, для начала прими мои поздравления. Откуда ты это знаешь, что я получил сферу духа? А может, меня там отшили и вывели обратно? Я же ясновидящий. Ну, почти. С возрастом видишь все хуже. Зато начинаешь понимать суть происходящего. Ну, не про каждого стряка, так скажешь. Знаешь, башни ведь не просто так появились из-под земли. И святилище раньше не светилось. Опять свои консервы шумит. Это все из-за камня шика у тебя на поясе. То есть? Камень шика. Я словно попал в прошлое. Давным-давно эти земли были под домом высокоразвитой цивилизации шика. Благодаря своей мудрости шика не раз спасали королевство от беды. Той цивилизации давно уже нет. По крайней мере, так говорят. Удивительно, что возведенные шика святилища еще стоят. Даже спустя столько лет. Слушай внимательно. Ты найдешь много цивилища подобных этому. Только на этом плато есть, по крайней мере, еще три. Если в каждом из них ты сумеешь получить сферу духа, я дам тебе планер. Ээээ, ты чё началась? Я не понял. Уговор был другой. Считай, что я передумал. Я уверен, ты легко справишься с этой задачей. Вот где-то. Раз уговор изменился, я дам совет. Чтобы быстрее найти святилище, заберись повыше и осмотрись. Например, вот на эту башню. Опять? Не бойся, вот тебе ещё один совет. Взгляни на карту камня Шика. Видишь синие значки, которыми отмечены святилище и башни? Ну, вижу. Камень Шика может переместить тебя в такое место в мгновение ока. По крайней мере, так мне говорили. А, телепорт то есть, да? Хотя это было очень давно, так что я могу и ошибаться. Вот дед. Пердед. Ладно. Зато мы знаем, как достать теперь сундуки тебе. Зря я тогда, конечно, два раза утопился в болото. Ну, ничего. Мы берём с тобой, включаем магнит. И тащим вот эти вот. Давай, давай, давай. Тащись, тащись, тащись. Вон туда. Ого, как далеко я могу управлять этим магнитом. Но недостаточно, не достаю всё равно. Кстати, а может быть я сундуки мог бы примагнитить? А я тащу эти контейнеры. Он падает. Эх, кривенько поставили. Давай-ка чуть подальше сюда. О, поровнее уже. Come on here. Хе-хе. Угу, аккуратненько стоим. Всё, да. Вот, вот так вот. Есть. Я думаю, что столько хватит, да? Ты тоже так думаешь? Блинский. Ну что такое вообще? Угу. Попали. Есть. Открываем. Чё ты его пинаешь, а? Может там сак... О, огненная стрела. Пучок из пяти огненных стрел. Ништяк. А тут чего у нас? Да хватит уже сундуки пинать. Ледяная стрела. И ради этого я утопился три раза? Капец. Слава богу, мы и достали всё. Нам бы теперь найти место, где бы заночевать. Вон там, вон, видишь, дымок? Пойдём-ка туда сходим. Неужели там дедок опять? С костерком своим. Тусуется. Так, я кого-то слышу. Нифига себе! Нифига! Валим, валим, валим! Их слишком много. Капец, вот это я неудачно зашёл в гости. Беги, мальчик, беги! Ушастый ты, мальчуган. Шустрый. Все, они отстали. Слава богу. Кстати, зеленый гриб какой-то, смотри. Давай-ка возьмем его. Приходится. Бодренок. Лесной гриб с ярко-зеленой шляпкой, который обычно растет под деревьями. Полон энергии природы. Блюда из него мгновенно восстанавливают силы. Это здорово. Так, точно. Вот он, дедок. Помнишь, я тебе в самом начале говорил, что тут дедок сидел в лесу? С казаном, у костришка. Сейчас мы что-нибудь тут приготовим. Здорово, дед. Че, как дела? Есть, хочешь приготовить еду, можешь воспользоваться моим казаном. Спасибо, дедуль, сейчас приготовим что-нибудь. Значит, пойдем поохотимся снова. Потому что я ж тогда провафлил и не записал, как я охочусь. А тут че, кстати, светится? А, это желудь. Вон там, смотри, вон там кабан вдалеке. Может, в этот раз мне получится его подстрелить. Так. Прямо в голову вот так вот надо попасть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не шевелись. Один. Готово! Наконец-то кабанчик будет у нас. Смотри, сколько мяса. Круто! А тогда я за птицами охотился. Эх, не нашел и, короче, птичек. Либо всех распугал, либо их тут сегодня нет. Так, нам нужно приготовить. Значит, берем сырое филе. Взять в руки. Берем хайрулею. Шишку берем. И, в принципе, все. Вкидываем это все в наш казан. Положить. Ээээ. Что-то я не понял. Почему я все это... А, подожди. Мы же не разожгли костер. Сейчас, 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 сейчас. Надо разжечь костер. Вот нам и факел пригодился. Факел берем. Поджигаем. И здесь тоже поджигаем. Так, дедуль, дедуль, тихо, тихо, успокойся. Я, я, я хотел замахнуться, чтобы разжечь костер, но что-то сделал не то. Сейчас, все. Спи, продолжай спать. В стойку встал, дедуля. Сейчас бы я от него греб. Так, мне, мне нужно поджечь. Вот так. Подожгли. Вот, я все снова взял в руки. Вкидываем это. Вот так вот. Готовим, жарим, варим. Словно в симулятор повара играем. Мясо на пару. У нас есть еще вот такая вот жижа. Написано, что под воздействием огня, электричества или холода, оно меняет свойства. Возьмем в руки одну штучку и попробуем приготовить. Посмотрим, что получится. Ну-ка. Опс. Сомнительное блюдо у нас получилось. Даже зацензурено, видишь? Непонятно, что там приготовлено. Неприглядная, отвратительно пахнущая мешанина. В принципе, пригодная для еды и не вызовет отравления. Может быть. Да, я бы такой, наверное, и ел. Дедуль, проспайся. Мы приготовили тебе покушать. Чего тебе? Не даешь старику отдохнуть. Я кое-что сварил для тебя, посмотри. Во. Ну и что ты сварил? Ну что ж, как говорится, первый блин комом. Надо было проявлять чуточку воображения. Ай, спасибо, дедуль. Ты подбодрил меня. Если правильно выбрать продукты, можно приготовить необыкновенное блюдо. Главное фантазия. Да. С фантазией у меня как раз все хорошо, дедуль. Ладно. На этом наш поход подходит к концу. Ну, давай будем ждать дня. Вот так присядем.